Уважаемые коллеги, позвольте приветствовать тех, кого мы давно уже знаем и, поверьте, искренне рады увидеть новых коллег, которые заинтересовались этим направлением отечественного здравоохранения, заняли активную гражданскую профессиональную позицию и решили разделить хотя бы час своей профессиональной деятельности с палиативной медицинской помощью. Сегодня моя задача... ...кому с какой целью донести. Поэтому, вот тоже передохнув, пока делали предыдущие три доклада, я в Википедии нашел понятие стратегия. Стратегия – это дословно искусство полководца или руководителя для использования всех имеющихся ресурсов в целях достижения цели, которые перед ним поставлены. А вот тактика – это как раз те компоненты, те инструменты, с помощью которых эта стратегия реализуется. Поэтому, хотим мы это или нет, без стратегии развития палиативной медицинской помощи у нас, к сожалению, ничего не выйдет. Какие предпосылки? Первый – это показатели заболеваемости и смертности. И, собственно говоря, от онкологии у нас уходит около 300 тысяч, и от неонкологических заболеваний – 1,4 млн. Вы, онкологи, знаете, что практически 90% в том или ином виде умирающих нуждаются в палиативной медицинской помощи. Поэтому вот те исследования, которые они проводились, они отчасти лично у меня вызывают какие-то сомнения, потому что если у нас в стране нуждается всего 200 тысяч, а потом будет нуждаться 250, то только в онкологии это более 260 тысяч. Если мы говорим о стратегии палиативной медицинской помощи, то в первую очередь мы должны понимать, кому эта помощь нужна. С какой целью она оказывается, какие структурные подразделения в состоянии ее оказать, кто из врачей ее оказывает, и какие, собственно говоря, концепции, касающиеся и подготовки кадров, и национальных рекомендаций, которые бы определили стандарты палиативной медицинской помощи в Российской Федерации. Несколько слов о потребности. Вот эти данные как зарубежные, так и отечественные. Непосредственно доктор Веденская в Нижнем Новгороде это делала, Елена Вячеславовна. Вы видите, что если в онкологии это общедоступные цифры 89 из умирающих нуждаются в палиативной медицинской помощи, то у пациентов с неонкологическими заболеваниями минимум минимором это 37%. Ну, соответственно, по скромным подсчетам около 800 тысяч в Российской Федерации, на мой взгляд, больше. Я говорю о сухих цифрах в этой помощи нуждаются. Закон об охране здоровья позволил нам не только говорить о новом виде медицинской помощи, но и о том, кто же ее может оказывать. Оказывать ее могут врачи и медицинские работники, которые прошли специальное обучение по этому виду медицинской помощи, в виде тематического усовершенствования. Поскольку специальности нет, врач палиативной медицины, на мой взгляд, это тоже, к сожалению, но дорогу осилит идущие. Я по этой дороге иду с 1987 года, просто повезло, молодой был, а так бы, наверное, уже и не дошел бы, 29 лет. Но есть должность врач с палиативной медицинской помощью, поэтому вполне достаточно для старта. Вы знаете, что я вышел уже второй порядок, первый по детям, и второй порядок по организации палиативной помощи. На примере онкологической службы я вам могу сказать, что я работал при семи порядках оказания медицинской помощи по профилю онкологии. Не будет, наверное, являться исключением палиативной медицины, потому что, когда любое дело развивается, растет, безусловно, здесь нужны будут какие-то дополнения и изменения. Хотел бы сделать акцент о том, что неотъемлемым компонентом в организации палиативной помощи являются как раз вот эти специалисты, которые выделены красным, и именно они должны заниматься и маршертизацией, и оказанием помощи этих пациентов. Тем более мы постоянно говорим о том, что амбулаторный компонент в палиативной медицинской помощи является по целому ряду позиций ведущим. Но у нас есть, как всегда, риски диспропорции, потому что палиативная медицина – это комплекс медицинских вмешательств, и если в онкологии это прослеживается однозначно, то при других хронических неизлечимых заболеваниях некоторые специалисты ставят это под вопрос. Но наша задача, чтобы с околоплодными водами не был выплеснут сам ребенок. Поэтому, соблюдая комплекс медицинских вмешательств на одной чаше весов и медико-социальной помощи на другой, мы должны четко понять, что в настоящий момент, мы должны это признать, в основном, палиативная медицинская помощь Российской Федерации оказывается преимущественно онкологическим больным. Все, что касается неонкологических больных, это еще большой-большой путь, который нам вместе придется пройти. Мы предложили несколько моделей, причем вот мне задал вопрос коллега в президиуме, кто эту стратегию готовил, откуда региональные модели. Но вы знаете, что мы 20 командиров в год имеем по регионам Российской Федерации, проводим конференции, собираем, анкетируем врачей, которые в этом заняты. Поэтому, безусловно, эти региональные модели были предложены с учетом ваших пожеланий и требований, или впервые они были в июне доложены на Общероссийском народном фронте, и были приняты к рассмотрению в дальнейшем при подготовке соответствующих постановлений. Есть две модели. Первая – до 2 миллионов, и вторая модель – до 3 миллионов. Отличаются, или не более 2 миллионов. Отличаются они лишь только тем, что при модели без центра палиативной медицины, как головного учреждения, работают две трети субъектов Российской Федерации. И при модели, где основным является центр палиативной медицины, это не буду говорить о Москве, это состоявшийся факт центра палиативной медицины, это еще целый ряд городов, если перечислять их, их будет более 10, начиная с Иркутска, заканчивая Астраханью, не исключая Липецк и так далее. Каждому из этих моделей должен быть подход индивидуальный с учетом географии, эпидемиологии и экономической ситуации в субъекте Российской Федерации. Поэтому здесь вы видите представлены все компоненты, они все находятся в взаимосвязи, и думаю, что, учитывая, что палиативная медицинская помощь финансируется на уровне субъектов Российской Федерации, ваши руководители здравоохранения на местах кровно заинтересованы, чтобы эта модель была выполнима для каждого субъекта своя, независимо от того, какой социальный статус имеет пациент, какой у него достаток, и как далеко он от центра оказания медицинской помощи проживает. Но сегодня мы говорим о подготовке кадров, поэтому для того, чтобы готовить кадры, вот это в голову надо как-то всем пациентам, нашим врачам вкладывать, что мы пытаемся делать. Поэтому преимущества региональных моделей, если бы они были обкатаны и начали работать с субъектами Российской Федерации, это первое, развитие методологии, потому что очень многие методологические подходы к улучшению качества жизни и оказанию помощи по разным профилям, к сожалению, не имеют отношения к палиативной медицине. И самое главное, что внедрение этих моделей позволило бы готовить нам квалифицированный кадр для систем палиативной медицины, причем все эти 27 субъектов, где более 2 миллионов, они имеют вузы. А если есть вузы, соответственно, есть возможность подойти к этому совсем с другой порядки. Значит, университетская клиника – это новое введение, и сейчас во втором чтении в Государственной Думе прошел закон, который будет посвящен этому. Это порядок взаимодействия между Департаментом здравоохранения субъекта Российской Федерации и теми медицинскими организациями, где, в частности, работает система палиативной медицинской помощи. Организуется это на функциональной основе, слишком с большими обязательствами для университетской клиники и совместное использование всей материальной и научно-педагогической базы для проведения этого. Треугольным камнем – это клиническая работа, научная работа и учебная работа, которая производится у койки пациента. И вот, предположим, у нас планируется привлечь к этой работе в Центре палиативной медицины в Москве шесть кафедр – социальной работы, медицинской психологии, палиативной медицины, пульмонологии, кардиологии, неврологии и малоинвазивной хирургии. Здесь есть определенная пирамида, и увидите, что теоретические знания, хоть они и стоят в основе, но без симуляционного обучения, практической подготовки, подготовить специалиста практически невозможно. Хотел бы обратить ваше внимание, потому что вы работаете в кабинетах палиативной помощи, в отделениях палиативной медицинской помощи, в хосписах, в других подразделениях. Вы должны использовать для медицинских колледжей своих субъектов их как клинические базы для подготовки среднего медицинского персонала по этому профилю. Существует целый круг проблем. Отчасти я его определил, и вы сами знаете, что если до сих пор по подготовке детей, вернее не детей, а специалистов по палиативной медицине детям, всего-навсего один курс и одна кафедра, а до сих пор, предположим, кафедра палиативной медицины, она тоже, к сожалению, единственная во всей стране. Я уже не говорю о том, что она первая, мы этим не гордимся, мы вообще думали, что их откроется значительно больше. Правда, очень много кафедр в вузах, где курсы палиативной медицинской помощи есть. Поэтому основная задача, на самом деле, чтобы правильно продвигать все эти процессы, это пойти по пути онкологии. И здесь все присутствуют онкологи, мы проводили с вами опрос, это очень хорошо. Потому что эти порядки, вот он четвертый, в котором было включено понятие, что помощь медицинская по профилю онкологии оказывается в том числе в виде палиативной медицинской помощи и с использованием наркотических анальгетиков. Понимаете? С определенной маршрутизацией не только через онкологов, а через целый ряд специалистов. Поэтому для того, чтобы сейчас сделать скачок, надо сделать так, чтобы через институт главных специалистов по разным лечебным специальностям, здесь представлены только те, которые наиболее часто в нашей практике встречаются, врачи, пациенты с этими заболеваниями, такие же порядки просто под копирку внесли в профиль медицинской помощи ревматологии, неврологии, эндрихоконологии и пульмонологии. Но, к сожалению, пока это не произошло. Все врачи лечебных специальностей, независимо от того, столкнется он когда-то с этим пациентом и нет, и я думаю, что со студенческой скамьи такие возможности тоже есть. Год назад я такой доклад сделал на Большом расширенном ученом совете. Должны обладать целым рядом знанием и, безусловно, должны владеть методологией, хотя бы на самом преминитивном уровне. Но они не должны отталкивать этого пациента от себя и прятаться от него, потому что когда ты не можешь помочь, первое желание какое? Уйти в сторону. А эти знания базовые должны быть. Первый курс мы открыли в 1999 году и, собственно говоря, благодаря ему в онкологической службе было подготовлено 1400 специалистов. Все они заняты в системе палиативной медицинской помощи. И многие в этом зале через этот курс палиативной помощи прошли. Есть абсолютно новый подход. Это компетентность в подходе образования. Он преследует определенные цели. Современные образовательные программы должны обладать целым комплексом. Поэтому два года тому назад была создана первая кафедра нашей палиативной медицины. И до октября 2015 года, это, считайте, за 2,5 года, мы подготовили более 900 специалистов. Вы можете мне задать вопрос, удовлетворен ли я подготовкой выпущенных специалистов? Нет. И объясню почему. Потому что, если мы говорим о тех, кто стоит у койки палиативной медицинской помощи, практически за каждого готовы отвечать головой. Но эти курсы проходят еще и врачи различных лечебных специальностей. Мне кажется, их больше было бы рекомендовать им проходить обучение на таких ускоренных курсах, которые были 72 часа, для того, чтобы они просто имели определенные навыки. А вот для преподавателей, кто должен преподавать, возвращаясь в свои вузы, и для тех, кто руководит подразделением палиативной медицинской помощи, безусловно, надо давать более углубленные курсы, я думаю, возможности университетской клиники и Центра палиативной медицины нам отыдаст. Есть целый ряд путей решения этих проблем, они тоже известны. Самое главное, не по количеству, а по качеству преподавания, подготовив специалистов, педагогов, открывать курсы и кафедры при тех вузах, а у нас на минуту более 50 вузов и еще целый ряд факультетов, не менее тяжеловесных, которые в состоянии эту работу вместе с нами выполнять. Поэтому в рамках межуржеского сотрудничества, когда мы начали захлебываться от количества курсантов, мы внедрили вот эти программы по ректорскому взаимодействию в целый ряд вузов и академий, которые здесь представлены на слайде. Эта работа продолжается, просто здесь представлены одни из самых первых. Сейчас высшие медицинские организации, учебные заведения получили уникальную возможность. Они сами определяют набор дисциплин, базовой части в объеме федерального государства стандарта. Больше могу сказать, по онкологии, вот мы недавно прилетели из Калининграда, все сдают зачет. В Калининградском медицинском институте сдают экзамен по онкологии, потому что там руководит доктор Коренев, профессор из Смоленской губернии. Он приехал туда и ввел этот экзамен по онкологии. Студенты стонут, но показатели по онкологической службе в Калининградской области год от года растут и растут. И я считаю, что здесь должно быть абсолютно такой же подход и со студенческой скамьи. Конечно, будут звучать упроки. Георгий, что вы хотите? Онкологию преподают 36 часов студентам, а вы хотите, чтобы мы еще паллиативную медицину преподавали? Так паллиативная медицина касается не только врача-онколога, она междисциплинарная и многих врачей касается. Поэтому уж 36-72 часа будьте любезны. Безусловно, у нас должны быть инструменты, откуда мы должны черпать свои знания. Ну вот 20 лет в апреле следующего года исполняется нашему журналу. Он входит в список вакорекомендованных журналов. Недавно вышли в наши третий и четвертый номер, в нем последние наши статьи. Рекомендую или от организации, если нет собственных денег, или за свои подписаться, особенно тем, кто непосредственно этой проблемой занимается. Существует достаточное количество изданий, новые, которые выйдет в свет, я думаю, до Нового года. Это будет реновированный курс популятивной медицины. В нем приняли участие более 50 ведущих специалистов из Российской Федерации написание этого курса лекции популятивной медицины. И думаю, что после этого у нас будут все основания от лица Российской Ассоциации популятивной медицины. Безусловно, вместе с вами, в содружестве со всеми, кто занят в этом процессе, приступить все-таки к разработке национальных клинических рекомендаций популятивной медицинской помощи. Вот эти все предыдущие издательские проекты ввел фонд пулятивной медицины. Был он создан 21 год назад. И вот когда ему исполнилось 20 лет, учитывая, что институтом гражданского общества в нашей стране уделяется большое внимание, тем более благотворительным организациям, мы прошли специальную процедуру перерегистрации, теперь у нас есть фонд пулятивной медицины, вместе мы можем. Причем мы отлично понимаем, что этот фонд не первый благотворительный, хотя предыдущий фонд тоже занимался благотворительной деятельностью. И мы не будем заниматься адресной помощью пациентам, его родственникам, а все-таки сделаем акцент на реконструкцию и возведение новых структурных подразделений пулятивной медицинской помощи в субъектах Российской Федерации. Такое предварительное согласие с рядом губернаторского корпуса мы получили, и теперь этот проект у нас в ближайшее время вступит в силу. Плюс, безусловно, издательская деятельность и подготовка кадров. Статья 76, закон об охране здоровья, говорит нам о том, что профессиональные некоммерческие организации могут делать целый ряд заданий выполнять, но разрабатывают и утверждают клинические протоколы лечения по вопросам оказания помощи, в том числе палиативной медицинской помощи. Это должно профессиональное сообщество. Поэтому, думаю, под эгидой Российской Ассоциации Палиативной Медицины мы должны объединиться. Она, кстати, насчитывает более 800 членов. Это неплохой, кстати, результат за два года. Представлено 74 субъектах Российской Федерации. И думаю, что должны к этой работе в ближайшее время приступить. Российская Ассоциация создана не на бумаге, она проводит целый ряд работы. Вы видите вот эти конференции с момента организации, которые прошли в 2013, 2014 и сейчас в 2015 году. Вот через неделю мы полетим в Краснодар. К сожалению, здесь из Южного федерального округа нет никого, но тем не менее. Ежегодный наш конгресс Палиативная Медицина Российской Федерации и стран СНГ пройдет традиционно 16-17 июня в Москве, в здании правительства Москвы. Поэтому милости просим, всех с нетерпением ждем на это мероприятие. И еще один проект, который сначала был рожден как мертворожденное такое дитя, а сейчас получил абсолютно новую такую кровь. Это по соглашению между Ассоциацией Палиативной Медицины Германии и нашей Российской Ассоциацией стажировка врачей на местах. Здесь присутствует целый ряд наших коллег, которые это прошли. Причем прошли, подчеркиваю, за бюджетные деньги, поскольку по постановлению правительства Российской Федерации зарубежной стажировки тоже входят в программу подготовки профессиональных кадров. Этот проект продолжается. Сейчас в декабре делегация из Казахстана и России поедет знакомиться с опытом работы подразделений Палиативной Медицинской Помощи на севере Германии. Может быть заранее, но лучше сделать заранее. Всех с наступающим Новым Годом. И чтобы проблемы Палиативной Медицины никогда ни в коем случае не касались ни вас лично, ни ваших родных, ни ваших близких. Но вы занимали бы активную гражданскую профессиональную позицию и были бы сторонниками развития этого крайне необходимого и важного направления отечественного здравоохранения. Благодарю вас за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.